Всем привет, это UwebDesign. Продолжаем наши образовательные ролики. Сегодня расскажу вам про веб-шрифты, как их использовать на ваших сайтах, в том числе на сайтах под управлением WordPress. Там принципы довольно-таки одинаковые везде, поэтому неважно, куда вы это все подключаете, механизмы, если вы с какими-то другими инструментами работаете, я думаю, вам будут известны. Для начала немного теории. Вообще поговорим о том, что такое веб-шрифты, как вообще типографика развивалась. Ну, без исторических справок, потому что это тема для отдельных роликов, но вот тем не менее. Здесь небольшую инфографику вам покажу. То есть, сразу скажу, есть такая разница. Typeface и Type — это, в принципе, семейство шрифтов, и Font — это комбинация конкретно одного шрифта. То есть, допустим, есть у нас семейство Proxima Nova, и у него начертание Bold жирное. Вот Proxima Nova Bold и Telex, например, да, то есть курсивный — это шрифт, это Font. А все семейство Proxima Nova — это не Font, это Typeface. Ну, это так, просто для того, чтобы в терминологии не путаться, в общем, шрифты бывают многих типов. На самом деле, у них много классификаций в зависимости от, там, от исторического происхождения и так далее. Но нам вот для понимания будет достаточно знать, что есть Sans Serif шрифты. Это шрифты без засечек, которые набрали популярность в 20 веке. Serif шрифты, шрифты вот с такими легкими засечками, их традиционно использовали в печатной продукции, потому что вот эти засечки, они помогают нашему глазу, когда большие блоки текста, следовать и читать вообще именно в том ритме, в котором текст идет. Slab Serif — это вот с такими жирными засечками, они набрали популярность, там, я так понимаю, в 19 веке, когда была индустриальная революция для больших заголовков, чтобы привлекать к себе внимание. Script fonts — это вот такие аккуратные шрифты, которые имитируют ручное написание. Они тоже там бывают разных подтипов, но они такие воздушные, хотят какое-то настроение им передать об этом чуть позже. Моноширинные шрифты были раньше использованы в печатных машинках, потому что, чтобы на железочках, вот на этих, одинаковую ширину занимало, получается, то есть какие-то, если мы старые документы находим, написанные на печатных машинках, то они очень часто вот так выглядели. Сейчас используются для обозначения кода. То есть мы весь исходный код в программировании пишем моноширинными шрифтами, чтобы их, его, простите за тавтологию, проще читать было. То есть чтобы каждый символ примерно одно и то же количество места занимал на странице. Display fonts — это такие шрифты, у которых, как обычно, большой контраст между вот и горизонтальными, и вертикальными элементами, но и между вертикальными разными тоже. Контраст есть, их для обложек журналов всяких используют и так далее. То есть у них достаточно много применений. То есть если говорить о том, какие еще стили для шрифтов применяются, то есть жирность начертания, то есть Black, Bold, Regular, Thin, Light. Их в веб-шрифтах, они классифицируются от 100 до 900. То есть там 100, 200, 300 — это тонкие шрифты, 400 — Regular, 500 — Book, насколько я помню, 600, 700, 7, Bold, Bold и так далее до Black, 900. То есть жирность шрифтов определяется этим параметром. Condensed — это условная ширина шрифтов. То есть, допустим, в том же семействе Proxima Nova, я позже покажу на примере, есть шрифты, которые... Ну, а обычной ширины есть Condensed, которые заужены. Их тоже для заголовков там используют, чтобы на них как-то больше внимания обратить. То есть это все варьируется. Вот здесь ProTip номер один — не использовать больше трех семейств шрифтов на странице, потому что будет сложно воспринимать пользователю и как-то иерархию между ними выстраивать. То есть когда их три, еще можно как-то выставить. Да, вот этим у нас заголовки, вот здесь мы обращаем на что-то внимание, вот это у нас для всеобщего текста. Если их будет больше, будет очень сложно понять, как различать вообще блоки текста и как их по важности распределять. То есть сам текст, как сказать, шрифт, его можно вот так по составу разобрать. То есть есть основной вот это XHeight — это высота буквы X маленькой. То есть вот по ней меряются все маленькие буквы, и заглавные они до Capital Letter. Так, где здесь? Нет, здесь не указано. В общем, они не всегда совпадают вот с этим Ascender, потому что у маленьких таких букв бывают хвостики выше, чем заглавные. Поэтому это здесь вот просто в конкретно этом примере не совпадают, обычно нет. Это все тоже классифицирует шрифты, мы там позже, например, их посмотрим. Есть у которых вот эта высота буквы X процентов 60 занимает, есть те, у которых процентов 40. То есть это в зависимости от того, что вы хотите своим шрифтом сказать. Вот. Ну вот здесь вот несколько примеров. То есть Sans Serif — это такой абсолютно нейтральный шрифт, он никаких эмоций не вызывает, сериф он бесконечный, то есть сквозь время проходит, потому что он все время использовался. Там скрипт casual повседневный такой, типа легкий, элегантный, bold. Он, понятное дело, несет много смысла. То есть курсив — это обычно цитаты с засечками курсив. Курсив Sans Serif — это тоже такое побуждение. Ну, в общем, здесь, в принципе, вполне понятные такие примеры. Comic Sans не стоит использовать. То есть что касается иерархии, то здесь важность имеет не только сами шрифты, но и их размер. То есть то, что написано крупным шрифтом, априори имеет больше вес на странице, чем то, что написано обычным. Точно так же расположение влияет. То есть то, что по центру тоже больше бросается в глаза и так далее. Здесь нет каких-то строгих правил. Как вы дизайн свой определите, так и будет. Но не забывайте о направлении, по которым глаза читают. То есть оно у нас в Европе слева направо, и вот так вот примерно это все происходит. Если хотите делать какой-то акцент, делайте это там или цветом, или чем-то еще, и соблюдайте вот такой вот ритм. То есть это такие базовые вещи, которые просто для того, чтобы теоретически понимать вообще, о чем идет речь. Но на самом деле шрифты, они же зародились задолго до того, как их нужно было показывать на экранах. То есть это все были шрифты для печати. И с приходом на экраны пришлось некоторые вещи изменить по тому, как шрифт вообще рендерится на страницах. То есть если даже не затрагивать, как он рендерится в разных программах, то даже в разных браузерах и на разных устройствах и операционных системах шрифт рендерится по-разному, но не кардинально. То есть в конце концов конкретное семейство шрифтов выглядит примерно одинаково на всех устройствах, но тем не менее нужно об этом знать, что собственно поэтому на разных системах, на разных операционных системах. Sans серии в шрифт, например, дефолтный, он разный. На OS X на Mac это гельветика, а на Windows это Arial. Ну то есть там еще, конечно, чисто исторически про лицензирование речь идет, кто какой раньше лицензировал там и так далее, но и в том числе по тому, как они рендерятся тоже это все повлияло. Но здесь самая разительная разница, которую я видел прям вживую, это Chrome на Windows и Safari на Mac. То есть здесь намного легче и тоньше это все рендерится, чем на Chrome. Да, собственно, Chrome и Safari на Mac, они тоже отличаются достаточно серьезно, поэтому да. Как я уже говорил, чтобы какую-то визуальную иерархию сопоставить, даже в пределах одного семейства шрифтов, проще всего использовать размер. То есть вот есть такой ресурс typescale.com, на нем можно указать, что вот у меня базовый мой шрифт будет 20 пикселей, я выбираю вот такое вот соотношение, там 1 к 250, вот выбрать, что заголовки, они вот в таком будут размере доходить. То есть это очень легко сделать с помощью этого ресурса. Здесь в том числе Google шрифты есть, то есть можно любые написать, я не знаю. Droid Sans. Здесь тоже его указать. Так, Droid Sans. Да, наверное, вот так слитно. И вот, хотя нет, Droid Sans, это он и есть, так что вот он, он понялся. Здесь разный вес, я так понимаю, жирный есть. Нет, жирнее уже нету. Ну и тем не менее, в общем, это все понятно. Вот так это делается на этом ресурсе. Здесь в основном просто размеры брать, вот эти в емах, которые меняются в зависимости от того, какой размер у родительского элемента. Мы уже вот поговорили про Google Fonts, это один из способов подключения шрифтов на страницу, которые именно веб-шрифты захостены. Есть еще варианты с незахостенными шрифтами, то есть непосредственно скачать файлы шрифтов с какого-нибудь сервиса, например, Font Squirrel и подключить их с помощью CSS-свойства Font Family. Мы его рассмотрим на примере в самом конце, так просто поверхностно, потому что я считаю, это в исключительных случаях нужно делать, если у вас заказчик очень богатый, он решил купить шрифты, причем там они стоят около 250 долларов, в зависимости от того, сколько стилей и начертаний вы покупаете. Ну и вы его себе скачаете, везде будете использовать. Это да, гораздо проще в обычных случаях использовать или Google шрифты, они бесплатные и у них достаточно большое количество шрифтов представлено, в том числе много кириллических. Но один из минусов Google шрифтов это то, что начертаний мало. То есть вот у Aligree Sans, допустим, здесь Small Captions вариант, вот здесь обычный Sans, есть и 100, и 300, и 400, и 500, и 700. А если мы посмотрим какие-то менее распространенные шрифты, вот даже если Open Sans Condensed. Вот у него всего три стиля, потому что он менее популярен, 300 и 700, хотя казалось бы, можно и 400 было добавить. На Typekit все-таки с этим немного получше, но он платный, то есть у него несколько типов подписки, есть бесплатный какой-то вариант реальный. И в зависимости от того, сколько шрифтов вам нужно, если вся библиотека, он стоит, по-моему, 50 долларов в год. Вот у меня именно такой подключен. Допустим, если мы посмотрим на шрифт Proxima Nova, то у него... Так, ну не будем эти смотреть, будем смотреть Proxima Nova, обычный, у меня здесь даже где-то добавлен, вот он. У него начертания вообще все есть, 100, 300, 400, 600, 700, 800, 900. То есть Google Fonts не может похвастаться таким большим количеством начертаний, поэтому его можно использовать для каких-то не очень опирающихся на типографику проектов. Что касается сочетания шрифтов, то есть мы вот там в инфографике говорили, что не стоит сочетать больше трех одновременно. Проще всего сочетаются шрифты от одного и того же... от одной и той же студии там или разработчика. То есть вот если говорить о Proxima Nova, у него вот тут здесь на сайте Марка Симонсона и его студии, вот здесь есть небольшое... сборка во всех вариантах Proxima Nova, там condensed, не condensed, курсивный и так далее, здесь небольшая история, вот все варианты, которые есть. То есть это Sans серия шрифт для текста, который можно использовать там вплоть до очень маленьких размеров, он будет виден на любых там телефонах и везде. Кстати, этот шрифт сейчас используется на LiveJournal'е и в Инстаграме, ну я имею в виду в веб-версиях, поэтому он в принципе набирает обороты, хотя он их набрал, наверное, году еще в 2010-2011. Он прям был дико популярен, поэтому до Инстаграма как-то поздновато докатилось. Но вот если говорить о том, что для заголовков можно использовать серии в шрифт, то вот, например, есть Bookmania у Марка Симонсона, хотя здесь нету, к сожалению, кириллических символов, поэтому это будет справедливо от каких-то зарубежных ваших проектов, но тем не менее. Или наоборот, его использовать для самого текста, а заголовки сделать Proxima новой. У него есть также и скрипт семейства шрифтов Кокет называется, ну такое достаточно неплохое, ну здесь вот я поближе чуть-чуть пуковки сами сдвинул, но в принципе на маленьких размерах letter spacing хороший. Короче говоря, сочетать одной и той же студии шрифты значительно проще, если говорить еще о чем-нибудь, то, например, есть такая российская студия пара Type, у нее есть много известных шрифтов, в том числе PT Sans и PT Serif. Они на Typekit тоже представлены, но они на самом деле и бесплатны, то есть их можно полностью скачать с их официального сайта, но тем не менее. PT Sans и PT Serif отлично сочетаются, как вы можете догадаться, поэтому здесь точно не ошибетесь, но, наверное, проще всего пробовать начинать с какого-то одного шрифта, то есть взять PT Serif, например, и несколько начертаний между собой пытаться как-то совместить, то есть там что-то курсивом, что-то жирным и на основании изменения размеров пытаться иерархию на странице выстроить. Это проще всего для того, чтобы начать. Ну то есть практика, она в любом случае больше всего эффекта дает. Если будем смотреть и говорить про наши примеры, то мы делали когда-то обзор на Treehouse, это такой отличный сервис для обучения веб-технологиям и не только веб-технологиям, дизайнам в том числе. Там был курс про веб-типографику и финальный проект был вот такой вот сайт, основанный на разметке сайта CSS Zen Garden. Это такой сайт, на котором нам предлагают стилизовать один и тот же код, одну и ту же HTML-разметку кардинально по-разному. То есть если мы сейчас на него зайдем, CSS Zen Garden. Этот сайт, он был очень давно популярен в начале 2000-х, потом его закрывали и потом реанимировали в какой-то момент. То есть здесь мы скачиваем HTML-файл, CSS для примера и можно посмотреть, что здесь делают другие люди. То есть одна и та же разметка, повторюсь, абсолютно разные варианты у них получаются. То есть вот, ну вот просто кардинально, как будто бы несколько разных сайтов, хотя на самом деле разметка примерно одна и та же. Ну вот, ребята на Treehouse взяли разметку оттуда же и с помощью нескольких шрифтов сделали вот такую штуку. То есть давайте посмотрим код. Ну здесь стандартный такой HTML-файл, там элемент main и так далее. Я не буду его разворачивать, потому что он здесь не имеет никакого значения. Имеет значение, как здесь подключены шрифты. В самом начале, когда мы пробуем, здесь с помощью add import директивы подключается в файл style.css шрифты с Google. Мы все знаем, что это очень плохой experience. Короче говоря, не нужно так делать. Через импорт подключать шрифты, потому что дополнительный HTTP запрос изнутри CSS-файла. Нужно сначала весь этот спарсить, потом этот, пока этот не подгрузится, этот не появится. Так делать не стоит. Если файлы не очень большие, это незаметно, но если большие, это будет заметно. То есть, но справедливости ради скажу, что здесь сделано именно так, потому что по правилам CSS ZenGaden нельзя трогать разметку. То есть нельзя добавить вот так вот с Google шрифтов просто шрифты и показать их. Поэтому здесь сделано именно так, но мы так делать не будем. Я перед этим создал файл font.css и скопировал туда ровно то, как это прилетает с Google шрифтов. То есть с помощью директивы font.face их все подключил, предварительно скачав отдельно в папку fonts. И если мы этот файл подключим, сейчас вот если мы проверим, так, это я сохраню, здесь перезагружу, вот, шрифты не подгружаются. То есть здесь fallback используется, который у нас в системе установлен. То есть здесь sunset и гельветика, я так понимаю, а здесь какой-то серий в шрифт, посмотрим, какой здесь прописан. Вердана. То есть здесь никаких таких особо красивых шрифтов нет, хотя выглядит на самом деле достаточно неплохо все равно. То есть здесь вот, ну, несколько колонок и так далее. Это все видно, и поэтому даже если шрифты не подключаются, то видно хорошо. Если мы здесь подключим font.css, в котором я вручную с помощью директивы font.face их подключил, перезагружу страницы, то все шрифты, которые были, они опять заново показываются. То есть, несмотря на то, что вот такой формат, когда только ttf шрифт подключается, это уже такой не очень bulletproof вариант. Не все браузеры его ловят, хотя большинство. То есть там для интернет-эксплореров надо EOT-формат. Для того, чтобы поддерживать OpenType фичерс, нужно WoW-формат, например, или SVG. То есть если мы на FontSquare или купим какой-то шрифт, то он в намного большем количестве форматов придет, и мы его с помощью FontFace будем подключать, и много SRC-источников будем сюда записывать. Но вот здесь для демонстрации просто смотрим. То есть это достаточно громоздко, нам нужно эти все шрифты с собой таскать, но зато если Google Fonts и Google или Typekit отвалятся, что в принципе вряд ли, но тем не менее, то все шрифты будут с нами, и никакие отключения нам будут не страшны. Но хотя подгружать вот все эти файлы одновременно, это тоже с одного домена удлиняют загрузку страницы первоначальную, поэтому, по-моему, это совершенно не нужно, и пользоваться вот такими системами захостенными типа Typekit и Google Fonts, по-моему, намного надежнее. Поэтому, если мы воспользуемся самым классическим способом, то просто подключим вот так CSS файл с Google шрифтов, и в принципе ничего не изменится. То есть мы, если посмотрим на подключенные ресурсы, то вот они под доменом fonts.gstatic.com подгружаются, и все отображаются на странице как есть. То есть, ну, никаких проблем с этим нет. Если вы пользуетесь Typekit, я в данном случае просто тоже тот же самый шрифт Aligrea подключил с Typekit, чтобы сильно разницы не было, хотя там они не все есть, кстати. То есть тоже здесь вот различия между этими системами Typekit Google Fonts, они шрифты разные совершенно предлагают, поэтому вы можете каким-то другим предпочтение отдавать. Напишите в комментариях, чем пользуетесь вы. Ну вот я покажу просто, что Typekit точно так же можно подключать, вот в том числе вот этот обычный Aligrea, который серив, он есть. Мы посмотрим, если в сурсах, то они вот так вот подключаются, в B64 закодированы, с OpenType фичами, вот они здесь в четыре варианта подключаются, и вот такая небольшой JavaScript файл, который это все делает, или большой, в зависимости от того, каким проектом вы привыкли. Что касается тем для WordPress, то есть, например, возьмем стандартную тему 2015, я специально у нее сейчас отключил все шрифты, то есть, я покажу functions.php, там вот такая строка была, то есть, подгрузить шрифты с Google шрифтов, вот эта функция, там, как callback написано, notasans, notaserif и inconsolato. Ну, я их сейчас отключил, поэтому здесь вы видите, вот fallbackнутые шрифты, и существует несколько вариантов, то есть, можно так же и просто в код, там, в footer.php, в header.php, добавлять вот так вот CSS, можно с помощью functions.php дополнительный CSS файл подключать, как здесь это сделано, но можно воспользоваться какими-нибудь плагинами, то есть, я всегда в разработке пользуюсь плагином Typekit Fonts for WordPress, сейчас я его активирую, он здесь в настройках появляется, и мы точно тот же код, который копируем куда-нибудь в footer, мы сюда его вставляем и прописываем CSS правило, что абсолютно всем селекторам, для которых не перезаписано дополнительно, подключим аллегрею. Если мы сейчас зайдем на сайт, то вот он, шрифт подгружен, мы опять можем в сурсах посмотреть, что вот UseTypeKit, именно тот же самый набор шрифтов у нас подключен, и шрифты, они где-нибудь, где-нибудь здесь тоже добавлены. Поэтому вот такой вариант для Typekit, по-моему, самый приемлемый. Кстати, на хороших премиумах темах, например, вот мы недавно на канале делали обзор на премиум тему One от продавца THB Themes, у них там в кастомайзере для темы, прям есть раздел, типа, подключить шрифты с Typekit, и вы туда только ID-шник вашего набора вставляете, то есть вот этот, который в данном случае LLS или L1, я тут не знаю, S6EHU, вот вы его туда просто вставляете, все эти шрифты здесь появляются в кастомайзере, который вот этот настроить. Если речь идет о Google шрифтах, есть плагин EasyGoogleFonds, например, он добавляет, это так, здесь в настройках мы называем как-то шрифт, то есть Aligree, и там ко всем его прибавляем, хотя это тоже не обязательно. И у нас в кастомайзере появляется меню Typography, в котором Theme Typography мы можем поставить там, допустим, вот здесь я уже поставил Aligree, можно Verda, но это в прямом эфире, прям в прямом эфире, вживую перезагружается, то есть тоже есть несколько решений, чтобы в тему руками не лезть, потому что, ну, вдруг вы уже какую-то другую используете, хотя в большинстве тем, особенно премиум, сейчас в кастомайзере есть возможность выбрать Google шрифты, потому что они бесплатные, и там это не очень сложно написать, то, что здесь вы пишете, там добавлять через параметр просто и все, поэтому с WordPress тоже не очень сложно. Еще раз повторюсь, пишите в комментариях, как вы выходите из этой ситуации, ну, а мы подходим, наверное, к завершению. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш Twitter, на группу ВКонтакте, на Instagram, смотрите и слушайте нас в iTunes, всем удачного дня, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok